Как он там поживает? Не накрыла его еще медным тазом? Прилипала пиявка, да, вот этот паразит, который живет за счет других, за счет чужих ресурсов, да. Вечный такой несчастный. Как он там поживает? Что у него сейчас в жизни? Иголка в сердце. Иголка в сердце застряла. Что это такое? Знаете, я читаю карты, и у меня интуитивное прочтение. Вот у меня как вот ложится, вот у меня вот такое, я в потоке, да, вот тут у него игла, заноза, ты для меня заноза в сердце. Кто это, заноза? О, все, а вот вам и заноза. Вот это занозушка моя, да, любимая моя. Ты мне вот эту иглу в сердце встрамила, хотя у этой карты немного другое значение, но я буду так говорить. Все-таки это мой, я в потоке, да. Я читаю информацию по-своему. Вот он говорит, ты мне вот эту иглу в сердце встрамила, мое сердце больное, ты заноза, да, заноза. А заноза, вот она заноза, не знаю кто это, вы это или кто это. Молится женщина, девушка молится. Ну тут и так понятно, да, девушка, которая много молится, верующая очень, сильная связь с церковью, с церковным эгрегором, с христианским эгрегором. Ну тут неважно с каким именно, с какой конфессией, может быть это мусульманство, да, неважно, не только христианство. В Грузии, например, в Грузии тоже христианство, да, насколько я понимаю. Ну то есть вы понимаете, вот например, в Казахстане там другое вероисповедание, да, я к этому. То есть в любом случае женщина тут показывает, молится, о чем она молится, о чем ты молишься. Прямо вот какие-то надежды возлагает или как силу просит. О чем ты молишься? Обижается. Получила письмо какое-то известие, это известие ее погрузило в какую-то обиду. Но это любовное известие, это не просто как что-либо, это именно такого личного характера. Ее это заставило обижаться. Вызывает к правосудию эта женщина. Ожидает, ожидает, когда правосудие начнет вот как работать что ли. Чтобы чаша весов уравновесилась, потому что кто-то здесь в проигрыше остался. Одна чаша весов перевесила, кто-то в выигрыше, кто-то в проигрыше. Поэтому она молится, чтобы все было справедливо по высшему правосудию. Ждет этого. Какой-то стабильности она тут ждет, эта женщина. Карта власть, карта власти. Вот такое кресло. Тут, конечно, можно все что угодно. Это какая-то в принципе стабильность в жизни, когда все устаканилось спокойно. Когда у меня есть уверенность в завтрашнем дне, деньги у меня есть. Нам есть что есть, что пить. У нас есть одежда, есть где жить. Когда закрыты такие вот базовые потребности. Но тут больше, конечно, идет о власти большее что-то. Это что-то большее. Это уже как-то о своем проявлении как личность, о своем проявлении как профессионал. Вот такая власть. Да, возможно, эта женщина молится о трудоустройстве. Или о повышении. Занять свою нишу какую-то. Это кресло начальника. Я начальник, директор своего дела. Занять какую-то нишу в своем деле. Возможно, вы молитесь. Надежда есть у вас. Ну да, у вас надежда вот это вас ведет, как этот маяк. Эта карта маяк. Вот так в принципе по жизни, да, вы так живете. Как бы никогда не унываете. Ну понятно, есть моменты, когда руки опускаются, да, само собой, когда плачете и все такое, обиды есть. Но в общем и целом вы такой человек, что вы все равно наревелась, наплакалась, сопли, слезы вытерла, вымыла, умылась. И вы все равно что-то делаете. Идете по своей жизни с гордо поднятой головой в веру, с надеждой на лучшее. Да, вот так вот. Какой-то вы светлый, вот такой оптимистичный человек, оптимист. Всегда вы надеетесь на лучшее. Ну и благодаря этому я могу сказать, что вы и выходите. Потому что могло быть и намного хуже. Вышли, вот тут карта показывают ссора. Вот этот оптимизм, ваша вера в лучшее помогло вам то ли из отношений выйти. Если вы все еще находитесь в отношениях, как-то вам удается эти отношения держать вместе, да. Как будто бы эти отношения держатся только сугубо на вашем энтузизме, да. По энтузиазме, вот. На сугубо вашем оптимизме. Вот так вот вера в лучшее, в будущее, что все у нас будет хорошо. И благодаря этому вы еще и вывозите это все. Что-то тут проклятие пошло. Что за проклятие? Кто проклятие? Возможно, для вас эти отношения, как проклятие. Этот брак, эти отношения. Возможно, вы молитесь, чтобы вас судьба, высшие силы освободили от этого мужчины. Потому что, что вы сами не можете уйти, да. Вот у меня такое. Я сама не могу уйти, я тут бессильна. Мой оптимизм, вера моя, они уже не помогают. Это все ничего не помогает, не работает. Уже пусть бы он сам ушел. Мне бы так легче было. Да, потому что карта марионетки, что действительно вот у вас руки вот так висят безвольно, да. Вы действительно не можете в этой ситуации сами что-то сделать, принять какое-то окончательное решение. Вы полностью вот так вот, руки ваши подвешены, вами управляют, да. Вы как марионетка в чужих, как кукла в чужих руках. И вы молитесь, я не знаю, я не знаю. Если это так, у кого-то проигралось, напишите, что. Вот я же говорю, у меня такое, что вы молитесь, чтобы высшие силы вас освободили от этого мужчины. От этой любви, от этого наваждения. Как будто бы вы сама уже не справляетесь. И ваш энтузиазм, ваш оптимизм уже не помогает, да. Вот такое. Ритуалы. Тут прибегаете к ритуалам каким-то. Ну и что тут? Кто-то использовал ритуал. Игра какая-то была нечестная против вас. Против вас велась нечестная игра. Кто-то на карты играл, в долги в лес. Заигрался как-то человек с вами, да, с вами захотелось мне сказать. Так, ну все-таки же вернемся к вашей зазнобушке. Вернее, вы его зазнобушка, он тут говорит. Да, ты моя игла в сердце. Как заноза мне в сердце стоишь, да. Как геморрой для меня. Ну, правильно. Пусть у него все хорошо будет. Так, что же ваш этот зазнобушка? Как он там сейчас поживает? О, все, вот, жадность. Вот вам и пожалуйста. Из-за своей жадности, жадности фрая разгубила, да. Все мое, все маню, 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 все маню, все мне, да. Как этот папандопола в свадьбе в Малиновке. Это все тебе. Или как это? В свой ящик ложа, да. Это все тебе, это все тебе, это опять все тебе. Ну, а это мне, это все опять тебе, да. Вот такой. Ой, а что это, Гриша? А что это у тебя за лапсердак такой, да? Или у кого-то он этот лапсердак с тем, он своровал. Ну, так же и тут этот. Гриша, а что у тебя такой влюбленный? Ой, Гриша, да, потом плакал, что я тебя так любил, Гриша, а ты вот так от меня ноги выкинул меня, ноги от меня вытер. Вот же так же самое этот Гриша тоже папандопола. В кандалы вот садил эту женщину. Вот смотрите, да, вот подтверждают. Вот это карта марионетки. И здесь карта называется кандалы, но прорисовка практически идентичная, да, одинаковая, что здесь руки связаны, что здесь. Ну, а тут еще хуже, в темнице сырой, да. Вот мало того, что в этих металлических кайданах, кандалах, руки связаны, так еще вот на полу на цементном сидит, босая, голая. То есть ужасные какие-то ситуации, состояния. Действительно, да, вот руки связаны, это когда человек не может ничего сделать. Он бессилен в этом, в этой ситуации. Алкоголь. Кто тут пьет, девочки? Вы, да, и вы так начали пить, я так понимаю. У вас эта ситуация, как будто бы вот потихоньку, потихоньку, и как говорится, начали причащаться, да. Начали причащаться. Может быть, да, вот это и карта молитвы, то, что сразу вышло. Как будто бы вы тоже из-за этого молитесь, да, чтобы вам высшие силы давали силы, чтобы это все бросить. Ну, а ты как еще, как про него расскажите? Ой, с глаз. Видите, вот какими глазами на вас смотрит. Яростью налитые, злобой, ненавистью, кровью налитые. А что ты так вот это вот, да, на говно изводишься? Ой, злоба, вот тебе и злоба. В огне прям горит, понимаете? В огне человек этот горит. В своей ненависти, злобе, в каком-то своем, в своей неудовлетворенности, да, вот в этом своем говне сам и варится. А что так, что так? Соперник думает, что соперник у вас. У вас действительно есть мужчина? У вас мужчина есть? Да, нету. Не, ну у кого-то, может быть, и есть какое-то количество людей. Ну, а так, большинство, конечно, ну, одиноки, без мужчины. Наоборот, вы говорите, вот не хочу я отношений, да, вот такое состояние. Что для меня отношения, любовь, вся вот эта тема, это как камень, да. Я из-за этого могу пострадать. А для меня это вот как что-то... Это тема для меня чуждая. Как, сейчас, подождите. Как что-то вредное для меня. Я когда-то уже из-за этого пострадала, да. Это запретная тема для меня. Это табу для меня, вот так. На Тару много смотрите, говорят. Интересуетесь. Так, ну а ты, ты что-то? А он что, тоже на Тару смотрит? Ты что, тоже на Тару смотришь, красавчик? Ну, знаете, я вам что скажу. Вот такие мужчины, они, кстати, вот такие всякие манипуляторы, нарциссы. У них есть вот этот вот бзик такой. Они обращаются к гадалкам, а что там, а как посмотреть. Потому что, ну, из-за чего? Потому что у них вот это есть, что перекладывать ответственность на других, да. И поскольку они, в принципе, они безответственные такие товарищи, они склонны перекладывать ответственность на других. Поэтому они часто обращаются к такого рода специалистам, гадалкам. Гадают, вот спрашивают, а как она там, а что там у нее. То есть вот так вот. Чтобы не принимать решения самому, не брать ответственности на себя. Вот так вот. Или, например, смотрит, а есть ли у нее там мужчина, завелся ли у нее любовник, ухажер. Вместо того, чтобы самому подойти и спросить, выяснить, да, вот я хочу с тобой поговорить. Нет, он будет вот так вот из-под тяжка, по-тихому, где-то там информацию какую-то узнавать, мониторить. Вот так. Ну, конечно. Потому что женщина такая привлекает внимание. Княгиня, да, вот тебе и княгиня. Вот какая динамика, да, очень положительная динамика, значит. Тут вы были вот как рабыня в кандалах, марионетка. Сейчас вы выходите в княгиню. Ну, супер, что я могу сказать. Крест, опять же, вот тут крест, да. Обратите внимание. У нее в руках бусы с крестом. То есть все равно отсылка идет на высшие силы, на церковный эгрегор, да. Сила стоит за вами именно вот. Вот тут я могу сказать, не только церковный, а вообще, да. Отсылка идет на связь с высшими силами, с эгрегором церковным. Вот вас это и вывозит. И вот эта карта молитва, да, сразу, которая вышла, вам это и помогает. Ну, а ты еще, давайте, как он там еще поживает, что про него? Молния тут его нагрянула. Что за молния, как среди ясного неба? О, все, вот, пожалуйста. Вот тебе и карма прилетела. Крест. То, что по судьбе. Ну, и это вам было по судьбе это все пережить. Возможно, у вас через этот опыт что-то вам открылось. Какие-то знания, какие-то способности. Вы свою жизнь пересмотрели. Себя пересмотрели. Даже если вы там осознали свое поведение какое-то. Это же тоже ваш жизненный опыт. Не обязательно, чтобы у вас какие-то там способности появились. Просто вы благодаря этому опыту пересмотрели свое поведение. На себя посмотрели по-другому. Себя ценить стали, да. Это уже тоже ваш путь. Потому что вы уже сейчас как личность по-другому себя ведете, выглядите по-другому. Если сравнить, какая вы были 10 лет назад, к примеру, и сейчас, как будто бы два разных человека. Это же тоже ваш путь. Это тоже в этом нуждается ваша душа. И когда вы смотрите, Господи, как я сейчас выгляжу, а как я раньше была. Хотя вроде бы раньше я моложе была, но я выглядела намного хуже. А сейчас я совсем другая личность. И вы себя чувствуете более свободной. Вот сердце у вас радуется, когда вы на себя смотрите. Душа ваша радуется. Это же тоже путь. Не обязательно, знаете, стать ведьмой какой-то, какие-то тайные знания, чтобы открылись. Это тоже знание, что я могу выглядеть вот так вот, еще лучше. Что я могу быть независимой. Я могу сама устанавливать правила своей игры. Это моя игра. Это моя реальность. Что я имею право не соблюдать правила чужой игры. Этот человек придумал свои правила. Мне эти правила не подходят. У меня вот такие будут правила. И я выбираю, я позволяю выбирать партнера, кто будет соблюдать мои правила. Чтобы все было с моей точки зрения по правилам, как я считаю нужным. Это же тоже все путь. Путь вашей души. И крест, да, это для вас было судьбоносное, и для него тоже. Тут у него, конечно, шо это? У него и складываться ни с кем не будет. Личного счастья, счастья в личной жизни у него не будет. У мужчины у этого. Безденежья. Карта безденежья. Тут соль вышла. Соль, вам говорят, чиститься надо. У него показывают сейчас безденежья. И болеет, возможно. И какой-то он, не знаю, тоже спился, не спился. Эта карта кресла очень тяжелая. Это могут быть какие-то болячки, долги. Вообще, как человек при смерти. Безденежье. Он может и зарабатывать. Он может и трудяшка. Трудится. Ну, как-то, вот знаете, то ли он, вот как эта карта вышла, в карты проигрывает, то ли он бухает, бухает. И все у него эти деньги сквозь пальцы вытекают. То ли, не знаю, например, машину купил, по пьяни попал в аварию, разбил ее. Купил другую машину, опять по пьяни попал в аварию, разбил. Ну, то есть вот так вот. Вроде бы и есть деньги, зарабатывая, да, так, чтобы, ну, как-то вот они у него протекают сквозь пальцы, они у него не задерживаются. Он не может, как, сколотить какой-то капитал, насобирать, скопить что-то. Вот так вот. Как-то он так живет. Все вот через сраку, как говорится. Такой для вас был расклад. Оставляйте свои комментарии, пальчики, вниз или вверх. Какую-нибудь реакцию от вас, чтобы мои видео продвигались.